и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр я продолжаю играть арк сурвайвал и волк все также с модом аркам зла и собственно что сегодня что сегодня на сегодня буду продолжать изучать так сказать жуков так у меня есть два мешания один мешание полностью вкачаны это альфа мешание 999 левом я ему по такому же принципу вкачал урон ну кстати здоровье вкачал ну просто тупо кликал ну я думаю там не сильно много кликов получается 300 кликов до 3 слов 300 кликов вот я здесь ему где-то 240 кликов на на кликал а все остальное там здоровье немножко вносливость накидал так что с остальным можно не беспокоиться и есть вот такой вот у меня мешание ну кстати те тоже на доске красные глаза и такой отстой здесь вот вот накинул додобира и черненькие глаза такие коричневые на том хорошо в общем а ну кстати зачем тебе скин ты сейчас босяве и будешь как вы заметили у меня в инвентаре лежит 30 сердец и альфа bigfoot днк да а я его не качал все что вкачал это вкачал просто тупо сидел здесь и вкачивался я снимал серию о том показывал как делается прай матч но к сожалению у меня крашнулась тогда поэтому я собственно вам не показал и вы этого не знаете вот во первых убираем все из инвентаря кроме сердец и нужного днк как видите прайм до дарбил сразу же появляется почему я его не качал потому что лавал сразу сбрасывается кстати этот у меня получается 440 подожди 440 лавалом вроде бы он у меня приручился а этот приручился 500 лавала собственно вот 750 он стал вот там у меня были еще четыре днк о еще два днк точнее общего 4 но они собственно мне ничего не дали как такового увеличился у него здоровье увеличилось и выносливость увеличилась по параметрам кстати дамаг вроде бы точно такой же и остался так что лаву как бы сильно ни на что не влияет но здоровье больше это точно и смотрите закидываем короче в него 30 сердец один альфа бигфуд днк альфа бигфуд правильно и изготовить все процесс начался его можно отменить но как вариант ресурсы мы уже не получим поэтому не вижу в этом смысла да и в целом как бы праймать басяви давайте запомним в общем 700 дамагом и 700 хп запомним и скоро вы это увидите скоро увидите назад таки смотрите что сейчас будет бах появляется вот такой некий некое подобие купола сразу же как видите купол сразу же начинает заполняться он темнеет полностью в инвентаре у него все исчезло так отходим полностью купол закрывается мы видим тут так сказать даже двойной купол маленькое исхажение все у нас прайм а прайм до мишаня и он становится именно тем левелом который был у вас альфа то есть неважно кстати надо было вкачать показать неважно какой там левел так далее вы вкачали он сразу сбрасывается ну собственно как и сброса до ребенка на вот но тут конкретном еще и апается выносливость плюс двадцать тысяч примерно здоровье плюс почти триста тысяч ой какой 700 было до почти четыреста триста триста два триста десять тысяч до триста десять тысяч примерно здоровье увеличилось ну и за урон увеличился на пару процентов но как вариант я подозреваю то что урон будет больше прибавляться за один клик собственно давайте сейчас сразу же глянем 708 как я высчитываю клики если вы не допоняли 708 у нас мы имеем ровно 708 число нажмем минус 792 и 9 получаем минус 800 84 и 9 ну опять таки же минус это математика элементарно поэтому не заморачивайтесь в общем за один клик мы получаем 84 и 9 то есть 85 умножаем на 240 кликов получаем 20000 плюс 700 изначальных 21000 чтобы у нас урона в процентах было и не больше желательно ну конечно можно там сделал допустим на 85 умножаем на 248 плюс 700 то есть по сути 22 тысячи максимум даже может делать 21 с половиной ну это уже дело такое и все можете спокойно накликивать не боясь что вы перекликаете лишнее лишнее перекликайте все по дамагу конечно же он басяве намного басяве допустим сколько мы здесь имеем почти 20000 дамагом чувак прости 300000 почти 20000 процентов и 300000 почти 300000 дамагом экипируем кстати седло сразу же седло я специально снимал потому что седло исчезает в общем у меня будет один мешание альфа второй будет прайм потому что альфа плавает намного быстрее ну альфа зато бегать быстрее там было 300 здесь мы имеем на данный момент 3500 урона вот но дамаг давайте глянем на сколько у нас имеется сотка просто допустим сейчас даже высчитаем 9900 делим на 3 получаем то есть там 6600 процентов урона дает сотка здесь 3600 дает сотку урона в общем проще говоря когда мы получим 22000 даже если получим такую же процентность урона то мы будем дамажить три сотки ой тьфу господи 6 соток дамаг ну все короче в общем показал про прайма как делать в общем все праймы они делаются одинаково если таковые существуют потому что птеров если честно я не видел промачей вот и что сейчас я уже за кадром раскачаю своего промача не будем собственно а Luden будем продолжать выбивать такие вот видите то pren в варк собственности и кто регулярно смотрит мои видео те итак знает и вот как плавает альфа ну конечно тяжелое его просто конкретно заносит на поворотах но зато он довольно таки прикольный в этом плане 4500 Ну это очень много чего сейчас поводился с попыток оптимизировать Но везде пишут, мало оперативы, это плохо, короче. Поэтому надо оперативы уменять. Ну, оперативы-оперативы, как говорится. Это я собираюсь на стримах по выходным. Вот. Ну, по суше он бегает, конечно, зачетно. БАНС! Супер. Вот. Что, что? Я пошел качаться. Кстати, убил сейчас прайма-медведя Харрис Бронта. И вот это дроп с Харрис Бронта. Бомбы, я даже не знаю. Ну-ка, давайте-ка глянем. Ты у нас кто? Ты у нас? Харрис Бронта. Ну-ка, давай-ка глянем. А у тебя ничего не дропнулось? А, нет, подожди. Сумочка. А, нет. Все-таки с Харристо впадает, но очень сраного маленький шанс. Ну что, готов. Готов мой прайм-мешаня к битве. 21 миллион хп. 21,5 миллион хп. И дамаг 21,5 тысяча. Дамаг у него 432. Обычный дамаг. Но есть у него супер дамаг. Удар лапой! 839 тысяч. А вот такое вот мешание. Причем дамажить им будет по всем одинаково. Ну, по крайней мере, по вот этим чубрикам, кого мы будем суммонить, они будут получать такой же дамаг. Ну, за исключением того же самого Дедикуруса, который тупо говорит, да нет, чувак, короче, я колобок, и я вот свернулся, и давай-ка ты по мне будешь дамажить меньше. Ну, собственно, кубы я уже сделал. Полимер, омега пингвин, остается из сотни, из тысячи полимера, я сделал из обычного органического полимера. Не из такого, а именно из органического. Ну и, собственно, что тут у нас? Омега фрог из цементной пасты. Она у меня была 2500, как бы, тысячу можно и потратить. Тем более, если она будет давать мне цементную пасту, в чём я очень, на что я очень сильно рассчитываю, то будет вообще хорошо. Ну и, собственно, омега бивер, это бовёр, остается из дерева. Так что, я думаю, он будет сдавать дерево, может, если всё, древесный уголь будет давать, вообще будет зачётно. Так, скидываем всё обратно. Ну, конечно, всякого хлама я побывал, но не об этом сейчас. А-а-а, что, 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 что? А-а-а, блинский, я ж там ворота не поставил! Я ж там ворота не поставил! Нет, ни ворота не поставил, блинский. Вот это я затащил, короче. Вот это я вообще затащил конкретно прям. Прихожу, а там, пфу, мне говорят, чувак, иди в баню, у тебя тут дверей нету. Ой, ёпарасоте. Вот ещё я в натуре, вот ленивый я, ленивый. А что, блин, я... Чё я туплю? Сейчас сразу же ворота и сделаем. Ленивый я человек, ну что поделать? Я сделал... Я даже не подумал о том, что я буду туда сбегать мешанькой. В натуре. А, а чё я? Ну, сейчас сделаю и уже там включусь. А это я конкретно тупанул. Мне жуков ещё оттуда перевозить. Вот и зацепил птерчиком мешаньку. Но ворота нужно поставить будет всё-таки. Но потом. А может сейчас? Ну да ладно. Разберёмся. Такс. Господи. Бра! Я увидел эту тень, мне покажись, что там кто-то стоит. И я пересрался, честно, сильно, очень сильно. Такс. Ну ладно, давайте-ка ворота всё-таки поставлю. Конечно, жалко, что эти стены нельзя поднимать. Потому что это всё-таки отдельный мод, для них все дела. Но, с другой стороны, хорошо, что хотя бы они существуют. Так что... Грех жаловаться на подобную халяву. Потому что по ресурсам она реально халява. Такс. И если что, это отдельный мод. Отдельный мод. На эти стены. Такс. И вот так вот. Только мы... Эй, стой, гад. Только автозакрытие. Так, теперь откройся. Слышь, а лёбленная слишком далеко отплыл, я знаю. Да ты задолбал меня? Тупые ворота. Во. Пролагал, блин, и... Ну твою ж мать. Тупые ворота. Ненавижу их. Потому что чутка пролагаешь, и всё. Кранты. Вот, я просто и говорю. Чутка пролагаешь, и всё, короче. Такс. Ладно. Стой, короче, здесь. Я надеюсь, что я сюда его не умудрюсь подвезти, и всё будет пучком. Да и сраные ворота, вы меня бесите! Сраный говно! Свич мануал, я пошёл в жопу! Бесите меня! Автозакрытие, долбанное! И автооткрытие. Такс, ладно, вот этот вот хламчик давайте выкинем. Вот это вот оставим, вот это вот выкинем, и вот это вот выкинем. Фу, какие... какой плохой. Так, бежим, в общем, на эту сторону. Стоять. Надо птерчика на пассив поставить на всякий случай. Так, теперь погнали. Здесь, конечно, тоже бы не помешали бы ворота, чтобы подделять большую арену от маленькой. Ну да ладно. Кого будем вызывать? Давайте пингвина. Пингвинчик, он такой слабенький сравнительно, так что давайте-ка его вызовем. Сразу же вооружаемся своей трубой. Так, вот там. Чтобы посмотреть характеристики пингвина, прежде чем начать воевать с ним. На этот раз война будет не сильно долгая, как бы 800 тысяч дамага, 800 с половиной, вроде бы даже почти с половиной тысяч дамага. С одного маха, это, конечно, да, это просто тупо ударов 15 и как делать нефиг. А вот, ну, собственно, все это посмотрим. Так, пингвинчик. Пингвинчик, пингвинчик, давай-ка синенький, синенький, родненький ты наш. Где же твои характеристики-то, ты козел. А, вот он, вот, 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 тихо, 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 долбаные сраные кусты. Так, я же тебя не вижу ничего. Ах ты, блин, не проканает. Так, двадцать с половиной тысяч. Ну, ты козел. В общем, двадцать с половиной тысяч хп у него. А еще он багнулся и не бьет меня. Ну, неплохо. Ты че, пингвин, или ты в целом никого не бьешь? Ты такой весь пассивный, да? Ну, хорошо. Восемьсот тридцать девять тысяч дамага, это, конечно, дофига. И прайм-мешание очень с легкостью справляется со всем этим делом. Я посмотрел чифы, этак... А, тихо, тихо, ну-ка, пошли-ка сюда. Ну, тебя в баню сейчас, ты на чёрт там плавать мне. А я потом задолбаюсь всё это вбивать. Так, чтобы сильно не перестараться с дамагом... Десять, окей, десять ударов. Раз, даже двенадцать, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Даже так, кто лучше. Десять. Одиннадцать. И последний удар. Стой, кот! Ну, почти последний. Стой, пингвин долбанный! Стой, козлина! Так, и что мы с него выбили? Ну, собственно, по сути, ничего. Опять-таки же здесь мы ничего не видим. Харвест, четыре штуки мы собрали кристаллов. Так, и что тут выбили? Ну, всякие сёдла, броники... О, аптерочка, хорошее седло, это хорошо. Так, киблы. Чуть я не забыл про них. Теперь... Отгоняем Мишаню. Так, Мишаня на пассивочку сразу же, на всякий случай. Достаем топорчик. Шпиндрех. И... О, да, мана небесная! Да что ты, гад? Боюсь, медь. Какого фига? Какого ляда? Что за беспредел? Да погоди, я понять не могу. Я и богу понять не могу. А, ну, голд киблы на последнем слоте. Ничего не понимаю. Но, одно я точно могу сказать, я огребаюсь. Так. Мишаня, спасай меня, да, я на тебя сяду. Ммм... Но это мне не нравится, такая фигня. Такс, ну-ка, как тебе дальности сменить, а? Ага, вот, высоко. Так, он меня уже бронику до конца доламывает. А медведь, твою мать, все еще не хочет подходить ближе. Ага, вот, низко. Отлично. Управлять могу? Не могу. Черт побери. Наименьше управлять могу? Я успел. Я успел. Черт побери, какой фига этот козел? Не... Это выйдца. У меня всю броню переломал, скотина. Один, что за шапка только осталась. Единственное, только по шапке не успел понадавать, грубо говоря. Не достал до шапки. я честно не понимаю полимерчик выдал я честно не понимаю что за фигня так давайте-ка я броню хоть какую-то надену так нет там еще броня броня есть что хоть что-то я ничего не понимаю меня голки был в руках есть трусах но в каске блин так стой погоди сейчас попробуем еще во не ну вы сами видели я на него направлялся в общем не стойте рядом с ним когда он на вас очень зол не стойте рядом с ним да он на вас очень зол это очень плохая идея была так ну ладно продолжим дальше как говорится в трусах но в каске ну а тем временем у нас появляется уже лягушка давайте посмотрим какие у нее характеристики на этом ухо по у него будет точно так же 20 где-нибудь с половиной тыж задница прыгнул туда куда не нужно у 19 тыж и дальность атака я вам так скажу и нихел тогда может ну тоже такая ни о чем на если уж на то пошло по крайней мере для моего мешаньки фу какая на вблизи убога если честно это просто кобздец x хорошо отгоняем мешаньку подальше ну что давай попробуем кстати что то я не увидел а дожди я не увидел лут вообще с тебя там упал лягуша а с лягуши упал лут это тоже почему нет но какой-то с нее ни о чем на лут выпал два седла бронька и кибла а кстати тоже harvest руки кстати мне от зака подсказал как сделать набивать этим альфа сердца ох ты 810 вот это вот рыбой сова подгон как и бедно бывать альфа сердца честно я не понял его методику но зато я понял с кого их можно набивать причем конкретно набивать и один из выпусков я посвящу тому как набивать альфа сердца его идея конечно неплохая примерно понял что да когда где но честно чиска замороченная в этом плане я же считаю что лучше сделать немножечко по-другому умение заморочено так сказать вот ну а тем временем какие ягоды натуре кстати мешать а ты ой а ты ягодки кушаешь ты вообще ничего не жжет так выкинуть все нафиг хламе отсюда так ну и остался бобер честно после первой встречи с бобром он для меня самый ненавистный поэтому я его оставил напоследок самое легкое танкило все-таки анкило лягушка конечно дааа но сдавца и дальнобойная овца вот поэтому не знаю ой это манта я думал уж бобер появился такс ну ну появляйся гатюныш будешь ты меня сейчас поджигать скотина знаю я тебя семнадцать половин тысяч конечно хп у тебя ни о чем но ты еще та тварь просто такие ассоциации с ним были и все бобер можно так сказать самый дрещавый дамажит слабо хп меньше всех да и что 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 это единство такого проблемка была то что мы накосячили тогда нынче у тебя скрифосовский x ну и слутицкого с него тоже шляпа тару только харвис кристалла ну окей x топорик в руки ну я в такого бобрика бы к себя протомил бы чтобы на нем побегать если честно а вот он весь лутецкий кстати в лягушке то не было лутецкого так что если что не пишите меня донос был в рот а нифига себе тут нутвы был в дужью бру лутвы был конкретный так еще есть время так мне нужно штаны уже надеть сколько-то веки блин опять с голой задницы так ну и по печени и падает 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 опаньки отлично 810 прикинь такой же 810 вот от зачетника ну и перемещаемся на базу ну если честно со стороны это выглядит прикольно знаете взлетая вверх нет не так вот так кажется как будто бы медведь вцепился в задницу за оптера и леди за ним поэтому но собственно всех переместили x отлично нужно немного топлика а именно 1 2 3 штучки так во первых тебя надо сразу же поставить пропаган на нейтрал на нейтрал надо поставить на нейтрал ну и с кого начнем скачать начнем отец бавра а потому что мне интересно только ли он дерево дает и включаю ну что не ну по сути включая его и что на ешь дерево соломы волокно кстати да просто у волокна я забыл дерево соломы волокна дерево соломы волокна ничего нового он не дает только дерево соломы волокном но тоже неплохо выключаю непонятно дело топляк полимер или цементная паста кого выберем полимер или цементная паста конечно полимер давайте так стоять сначала вкидываем топляк один и включаю двигайся копаньки полимер обычный и полимеры органические и причем по ходу в делу в равных количествах ты не даешь да и вот еще мне в равных количествах угадаешь круто с полимером проблем не будет стал вырубаем да с полимером проблем точно не будет ну и зелененький ну цементную пасту он как вариант точно будут давать а что же еще он будет давать хитин кератин возможно ну ка ну же не томи точная цементная паста хитин кератин обалдеть плюс желтенький зеленый плюс желтый получаем сраного тучи цементной пасты даже если цементная паста здесь у нас закончится но она конечно не закончится никогда вот такие вот дела зеленый синий и оранжевый показали нам ну может искать высший класс по ресурсам потому что они довольно таки неплохие хотя и предыдущие тоже довольно таки классные все они классные ну как бы без вариантов вот так вот надо вот скинуть я так вот лопаньки лопаньки говорю отлично и вот такие вот маленькие маленькие приключения я вам показал показал о том как сделать прайма что для этого нужно показал что все таки с харвистов падает дробь как ни крути и собственно показал что вот эти вот жучки маленькие нам дают давайте вот так это все в кучечку в кучечку в кучечку так вот и короче давай десна вот все вот эти вот три жука что они нам дают ну давай давай кучнее кучнее для картиночки для общего фото а вот теперь вот так и стойте вот так то общее фото я и делаю хе-хе-хе так ну ка праймача немножко надо отодвинуть и вот ну ка ой лишнюю кнопочку ну примерно так то я и сделаю такую-то заставочку и так у руки он там снизу беру ну все это все про жуков я рассказал про жуков и показал собственно что они дают вы теперь прекрасно знаете что дают дает желтый и фиолетовый в первой части что дает оранжевый и зеленый и синий во второй части а именно в этой части ну а следующих как вариант заморочимся каким-нибудь альфа сердцами возможно я сделаю ловушку для них возможно про нексусов расскажу может я расскажу о том как выбить обелиски которые дают также много бесконечных ресурсов тоже довольно таки идея неплохая ну и все на этом все а кстати а давайте к нам на следующей серии лучше базу построим и я покажу как можно сделать чтобы эти чубы реки постоянно работали и скотины никуда не разбегались а бесит они меня когда не то ставь и бегают все вот в общем вариантов заделав на будущее полно а что показать узнаем уже завтра я думаю что будет следующей серии на этом все не забывайте подписываться на канал ставить лайки комментировать ну и конечно же делиться моими видео своими друзьями потому что а вот они не знают что дают жуки а вы поможете они вам скажут как мне спасибо все на этом все всем удачи всем пока всем счастлива и добра